Теперь перестану. Так, так, так. Надо что взять? Надо взять замочек. Вот это мой замочек. Вот я его дышал. И лямочки. И все, и мы можем выдвигаться на наше последнее упражнение для спины. Сейчас я сделаю чуть-чуть музыку. Помните об авторских правах? Что-то делаете, живу. Не будем ожидать авторских правах. Гондели, отнести обратно. Вот вы решили. Уважаемый, гондели, отнести обратно. Это место, но... Самое не занятое на заде. И это меня радует. У нас тут рапокап. Потому что когда я расскажу, то будет самое занятое. Так, для того, чтобы что-то нам весить, надо подготовиться. Показайте, что. Вот там надо зафиксировать такое расстояние. Для чего? Чтобы вы могли лазить, да? Ручки. Для этого тут такая балбешечка есть на 3 кг. Пусть мы ее ищем в молодых. Мы сразу не найдем. И там надо. И там надо. Здесь надо. Здесь надо. Затем 5. А? Через 5. Но опять долго ждать не будем. Ну будем. Берём. Это же новичкам им надо какие-то дороснуть. А там нет. Ну берём просто замок и забираем. А вот здесь короче замок. Спасибо. Вот здесь короче замочек. О, а вот тут нам тоже надо катать всю толщину. И забираем всё живее, да? Вот видим, венчик. Здесь не надо? Нет, нет. Так, вот берём 20 килограмм. 20 килограмм. Смотрим, что здесь есть. Вот такие блины металлические. Они, как правило, выходят в зал. Они их практически не берут. Почему? Потому что они некрасивые. Сам требовался. Вот если бы я был без кроссовок, не покупал блины. Но палец цел. Поэтому корсочки одеваю. Это важно. Итак, мы тут повесили. 50, 75. Мало. Вот, добавим ещё 15. Вот, добавим ещё 15. Вот, хочется 90. Так, надо внимательно посчитать, в интернет считаем. Да, 90. Теперь берём ловочку, фиксируем. Фиксируем ловочку. И поехали разминаться. Помните, я вам говорил в одном из первых роликов, что на мыльницу сняты? Там, где я делал ответ Денису Борисову, второе упражнение, киломер на верхнем блоке. Которого он всё равно в интернет завязывает. Пошёл в дело. Мало ли кто стучит за головой в силу. Так, ладно. Вот, смотрите. Я вам показывал ещё раз. Только уже в процессе моей реальной тренировки. Проклонился. Вот у меня не полный диапазон. Я вам говорил. Желательно вот так. Ну, не получай. Но мне важен отлот, туловище. Вот должен быть вот такой. Делать вот такой наклон. У тебя нагрузка ляжет выше. Но вы формируете низ широчайший. Вот эти кусочки. Вот они, вот они внимательно. Вот эти кусочки. Вот эти, нижние. Поэтому, когда вы низко опускаетесь, вы заходёте нагрузку. Выше, вы формируете выше. В таком положении вы будете тянуть. Вот сюда вы формируете. Вот сюда, наверх. Но вы что хотите, что? Сделать такую бочечку, да? Обрисовывать. Да? Чтоб, как у Полиона, как у Ятса. Как у Лихейни. Чтобы красиво было. Вот давайте делать не В-образную, какая-нибудь. В-образную. Вот они делают В-образную. Вверху у них есть ширина, а чуть ниже ширины нет. Что это такое? Что это пальма такая у них? А не спина. Вот она такая пальма не нужна. Она надо. Нормальная спина. Вот я её показываю. Конечно, с химией нужно лепить всё, что хочешь своим шприцом. А попробуй здесь техника и выполнение сделать. С химией можно дрочить и надрочить себе бицепс. Да, поехали. Ну, мне что не хватает отпустить. Вот я беру плинты сейчас так. Что явно не хватает. Здесь надо вообще, чтобы устойчиво было. А чтобы устойчиво так получилось. Желательно поднять. И выходное находить из любой положения. Вот мы помним, что там есть тонкие плинты. Мы сейчас за ними берём. Ага. Спасибо. Ага. Спасибо. Ага. Спасибо. Ага. Так. Ага. Кстати, вот здесь третья семья наша практика. Будь ласка. Поехали. И вот так вот. Будем кладём. И с этой стороны. Видите, чуть-чуть ну. Я же уже приподнялся. Хотел бы еще побольше. Что делать? Что делать? Ладно, делаем так. Видите, уже мокрый. Это говорит, что я интенсивно качаюсь. Вот если так посмотреть, очень мало мокрых идет. О чем говорит интенсивность? Слабенькая. А их интенсивность связана с эффективностью. Хотя они всегда будут организовывать это. А, привет. Я знаю кто. Вот, Серега Мобильный. А когда не видишь, как звали? Ты видишь, что это? Да. Теперь надо добавить. Хорошо. Я-то себе приготовил. А добавить надо. Вот так 90. 90. Ну давайте 110. Хотя рабочий вес мой 130. Но я говорю, когда рассказываю, мне еще нужно восстанавливаться. Очень сложно сконцентрироваться. Все это выполняю, я уже думаю о том, что сказать дальше. Это не совсем реально тренировка. Поэтому я сейчас чем компенсирую? Избавлю тебя веса. Ну реально вес мой 130. Ну тут речь не о том, что я расходую. Хвастаю веса. Нет. Веса это могут быть даже унылые. Для других культуристов. Я просто говорю о реалиях, которые сточутся вниз. Не просто ни себе добавить, ни от себя убавить. Поэтому действительно говорю, как они. Всего веки сказали, что это не веса. Это мы во сне делаем, когда в носу не хвыряемся. У нас сильнее сила. У нас сильнее положить нагрузку туда, куда надо. Для развития положить правильно. Так. Попробуем видать положение. Поехали. Музыка. 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 Вот что не говорит, что это не свой дом. Вот этот станок. Ну, слабо он приспособлен. Хотя я тут пытаюсь что-то из него выжать. Ну, на безрыбе и рак рыба. Поэтому пытаюсь выжать все, что можно. Кстати, поэтому здесь он практически не занят. Неудобно. Люди правы. Надо сделать удобно. А для этого? Да подними всю эту конструкцию. Все. Кстати, хорошая идея. Мы на ней поработаем потом. Поработаем. У вас, Валерий Владимирович, я переговорю. Вот мы собираемся географированный ремонт. И заодно подумаем, как бы здесь делать. У тебя в конце сделал такую спину хорошую. Вот у химиков есть сезон. Лето начинается. Вот у них заканчивается как раз убойный курс. Вот вы посмотрите сейчас на химиков в интернете. Они все выглядят убойно, как на пляже. Но это курс у них заканчивается. И так подбирают. И важно что? Зарисоваться. Для них важно понты. А когда они понты открывают? Когда начинаются футболочки короткие, обтягивающие, на пляж выходят? Да там понты. Для натуралов понты не нужны. Натурал выглядит что зимой, что летом. Вот что в Карловых варах в бассейне купаются одинаково выглядят зимой. А вот они по-разному. В Карловых варах таких кабанов увидишь, которые сухари прямо перед сочинским сезоном. Как я говорю, тяжело плать серной кислоте. Руки растворять. На пол. Пус. Пус. Раух. О, ехали. Ну там, зря, это не боится. Ничего страшного, если неудобно. Это не такая ювелирная работа в базовом тренинге. Если что-то по технике не надо. Вот на форму, там очень важно. И на форму у нас будет отдельно, сельцем, бомбежной силой, на форму. Так, три, четыре. Поехали. Где рукой? Я на тебя сбрасываю. Все-таки слабо оттянул. По девяносто. Девяносто. Сейчас еще десяточку добавлю. И добью. Вот сто. А вот там, где действительно надо будет фармировать. Вот так надо выполнять. Чистенько. С фиксацией этого пикового момента. Вот я вам показывал упражнение для нижней части пресса. С фиксацией. Вот этот принцип, он важен везде в формирующих упражнениях. Очень важно фиксировать пиковое сокращение. Фиксировать это на секунду где-то. Надо же быть четко фиксировано. И тогда вы получите такой точечный эффект. Впоследствии. Сейчас дышу. Сегодняшний ван устал. Потому что я приехал из второго города. Поэтому опоздал. И стал всех волноваться. И себя, и всех. Почему? Я боюсь нарушить реальность. Я говорю о том, что я не редактирую, я не люблю по кусочкам. Я хочу показать реально, привязанно ко времени, как выглядит весь тренинг. Вот, в принципе, ролик был взят одним куском. Вообще ни копейки, ни обрезан. Он настолько грамотно, и он снимал. Вот если он грамотно может сделать в этом деле, поверьте, у него будет грамотный и будет результат культуризма. Я на 100% уверен. Если что-то делаешь, делай хорошо, как говорил дедушка Толстой. Или не делай вообще. И это правильно. А раз Иван мотивирован, увидите, что эта мотивация усилится. Потому что я знаю, как усилить эту мотивацию. И мы вместе с вами будем наблюдать этот процесс. А пока я делаю последний подход. Вот видите, что он зажает. Ничто человеческое и не чуждо. Но в интернете готовы прицепиться и назвать это старческим маразмом. Но не троллят без огляд. Ладно, поехали. Отлично. Я спочу, что в спилочку. Если то было на массу, то сейчас вот четко вот в эти кусочки левут. Очень хорошо почувствуют. То есть вот это было ближе к формирующему подходу. Не гонитесь за техникой, деталями. Не надо. Читинг очень мощный струбитель. Очень. И надо ведь обращаться. Смотрим на время. Что там у нас. Вот смотри. Времени уже почти полвосьмого. Мы начали позже. Но. У меня осталось только одно упражнение. Казалось бы, да? Увидеть, что короче тренировка в понедельник. Этот. Чем в тот понедельник. Разговариваю я не меньше. То есть мой балкологический аппарат такой же. Что в тот понедельник, что в этот. У меня осталось одно упражнение. И оно самое главное для всех. На бизнес. Вот. Сейчас я выясню. Кто там. А можно? Все уделяют, что любит. Ну не надо. Я все так и полюбил. Любит. Вот видите. Занято. Я подсоединяю. Я не жду, не сгоняю, и вообще я на такой привычке не сгоняю, это какой-то специальный. Вот сейчас, пока я разомнусь. Вот смотрите, когда это делают, поглядну в церковь. Подождите, не спешите, сделайте, тогда подойдете. Вот обратите внимание, гриб асимметричный. Вот здесь больше плечо, а здесь меньше. И почему-то он лежит под правой рукой, это неправильно. Тут больше нагрузки. Тут все строители понимают, что раз больше рычаг, больше нагрузки. Поэтому, надо переставить. На левый бицепс должна быть нагрузка больше. Это тонкость, тонкость. Но давайте даже этой тонкостью делать тело более асимметричное. Левая часть всегда встает, потом у меня левый бицепс застает, неприлично. Вот я переворачиваю. Сейчас я могу размерться. Вот я размерся. А пока парень делает, я пока что, одену перчаточки, да, и одену напульсники, кистевики. А я их останусь и помню, что у нас уже в детстве. Вот сейчас мы возьмем. И вот смотрите, вроде блинов дефицит. Но никто этого не разбирает. Почему? Ленятся. Поэтому не разбирай. Так, вот кистевики есть. Сейчас я возьму перчатку. Не заходи тут девушка. Очень знакомая. Очень. А я сейчас возьму перчаточку, она стеснялась. А я их не могу. Валерий Владимирович, пусть не заходи. Вот что я говорил, что к Валерию Владимировичу закачивают люди строительные институты. Особенно девушки. Выходят замуж. Но они выходят замуж, а любят по-прежнему кого? Валерия Владимирович. И они все приходят и приходят. Да, и вот одна блондинка. Она вот там. Надеюсь, что этот ролик не увидит жена. Валерия Владимирович. Так, поехали. А вот это Саня. Видео. Половышка. А вот Леха Борода. Очень интеллектуальный друг. Решел на другую. Теперь я проечерал. Решел. Так, поехали. Так, поехали. Здесь никого? Ну, короче, ты предлагаешь никого не надевать. Присъехать. Хорошо. Намек понял, ребят. Что если ребята все объединятся, то, что, понимай, в коллектив можно плюнуть, в эти коллективы плюнет. Вот, донечка. И это правильно. Вот так вот расправляемся замками. Они вечно клинят. Вот молодежь, а сколько? Какое место? Они лежали. Я только разбираю. Это у нас. Ну, блинов 40 килограмм. Сколько килограмм есть? Ну, может, 7, 18. Скорее можно. Замки по 2,5 килограмма. Ну, считай. Я зачастую считаю, учтение. Выше считаю, почему... Вот. На камеру снимать. Там бывает не видно на камере. Сколько, чего. Вот Петруха. Вот, смотрите. 18 лет. Вы здоровы. Как так получать? Вот это генетика. Вот только гляньте. Ширина плеч. Ну, в роли. Все. Все, что надо, у него есть. Вот это, кстати, для химиков объект. У него все хотят впрыснуть побольше. У него там такой скелет, что там когда-то чемпион готов. Вот, понаблюдайте. Так. Одеваем кистерики. Вот, видите, он уже с энтузиазом. У него паузы даже не было. А вот все, бисер, бисер. И причем у человека тяжелейшая работа бывает. Но он столько в нем энергии, что он приходит, и это просто, чтобы удивляться. Думаешь, как молоды мы были. А небось пойдет и встретится с одной девушкой, а то сейчас с другой, после тренировки. Так, поехали. Чисто, рестерение. Сейчас могу. Да. А теперь... Здесь уже никого, да, ребята? Да. Ой, как хорошо. Вот, смотрите. Сейчас приходим... Это вы думаете, что я делал? Неправильно, разбинался. А почему неправильно? А потому что у меня техника сейчас будет другая. Не так-ка. Я вообще сторонник частично повторить. Не могу устойчиво, не поставь глаз. Не смешивай. Не смешивай. Не смешивай. Не смешивай. Отдыхаю. Хотя, можно было бы... Поверьте. Так. Куда-то так... Поудобнее. Наверное, все-таки, выду сюда. Поудобнее, сюда мешать. Так-ка я мешаю. А так вот, подоксанскольненько. И вроде никому не мешать. Валечка. Валечка. Вот это, что ты положим к нему? Дядь, давай. Дуй, Дина, Дима. Да. А Дима, это плечак меня лучше. Уже, лучше. Как он и ниже. Да? Да. И мне он постардуется. У меня нельзя... Прозвищик добавить. Большой у него такая, знаешь, мощь вверху. Да, он отличается, да? Да. Такой, как веприн. Мифология рисует. Так. И вот, смотрите, мы садимся. Поехали, разминал. Есть. Чем отличается от обычного жима? Во-первых, концентрация. Да? Избирательная. И выполняем вторую часть жима. Первая часть жима сюда положится. Вторая выше. Так я выполняю на среднюю часть. Вот в этом прикол. Вот там я сделал базу. Когда делал, поверьте, там базу работал бицепс. А здесь уже концентрируем работу на среднюю часть. Это упражнение одной из элементов создания пика бицепса. Мы как-то будь посвятим, может быть, даже отдельную передачу пику бицепса. Что я забыл? За водичку забыл. Где наша водичка? Вот она. Вот чем удобно. Глянул задалека. Синяя крышка. Ну, у девушки синяя майка и крышка. Опа, моя бутылка. А так попробую перебрать вот эти все минеральные бутылки. Как-то так дальше. Даже если забыл, куда поставлю. Хорошо. Как они уже. Сейчас я концентрируюсь. Не хочется. Подожди, а я же не добавил. Вот так. Вот когда девушка рядом, всегда отвлекает. Вот это и рядом. Вот это и статурок. Ну, не будем здесь качать. Да, ладно. Вот пятерочки. Только ушли. Идем искать дальше пятерочки. Вот они. Вот они. Вообще, наши ребята очень рисковые. Это не бывает приход с девушкой. Хотя, тут прямо висит тестостерон. В воздухе. Но они не боятся приводить сюда девушек. В этом их бесстрашно. Хотя, любовь к тренировкам, вот это нельзя. Это неправильно. А тут же еще есть люди не выдерживают, да? Коллективу мужской забывают. Где-то раз и подпустил. Все. А молодежь это часто экспериментирует. Тоже неприятно. Тут пятерочка есть, тут есть. Поехали. Все-таки, трудоват. Много разовариваю. Хотя вес не очень большой, но... Не знаю, не воссталапаюсь. И сколько здесь у нас? 50. 55. Ну, 62. 65. Вот Петя знает, сколько гриф этот весит, Петя? Этот? Да. Это 12 или 8. А плюс минус 50 процентов. Где-то 8, 8. Сколько? 12. Вот, 12. И вот еще 5. 55, с замками, да? И плюс 12. Вроде немного. Но, видите, не восстанавливается. Давайте сбросим по пятерочкам. 100 и 5 будете говорить, что... И мне там... Говорите, что на среднюю. А там нижняя чикеновая часть очень сильно работает. А вы закидываете. И путь правы. Хотя кто-то, кто тренируется разговаривать, хотя с тренерами разговаривал, они со мной солидарны. Забирают очень много мер. Сравнить нельзя с обычной тренировкой. Но... Пацан сказал, что пацан должен делать. Поэтому вперед. Ну, хорошо. Так, опять-таки водички. За воду не забывайте. Это очень важно. Только минералку осторожно. А во-вторых, поделок, поверьте мне, больше 50%. Это так мягко говоря. Взял водичку с утра. Отфильтровал. Прикипятил. И вот она наша водичка. А другую водичку, там уже фильтруйте, фильтруйте, чтобы попить уже. Здесь кипяченая. Почему? Потому что мы находимся в зале, где бактерия, инфекция, она прямо парит в воздухе. Поэтому, когда вы пьете, вот это соединение инфекции может произойти. Поэтому вода должна быть абсолютно стерильной. Кипяченой. Вы открыли туда воду бак с инфекцией. Вы не узнаете, когда вы заболели. Это мелочь. Но им надо уделять внимание. Это не тот перфекционизм. Где все это доводит до совершенства. Это больше педантизм. Вот так можно это назвать. И очень ближе к конец тренировки. Чувствуется на душе такой подъем. И чувствуется, что пандерфины, они просто готовы вырваться. Вот помните, качай железо. Арнольд говорил, что я кончаю на тренировке. Я кончаю на сцене, я кончаю дома. Вот мы сюда приходим еще за этим чувством. Я раньше в это не верил. Но когда я откачался больше 10 лет, поверьте, это действительно можно назвать в эквиваленте оргазм. Но оргазм бывает разный, вы понимаете, да? Ну, пусть даже мужской. Вот чисто такой мужской, типа, сунул, кончил и пошел. Но тем не менее, вот такое чувство возникает. Если у вас дополнительно возникает это чувство не только от секса. Вы можете быть довольны? Конечно. Вы за этим придете? Конечно придете. Да, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok. Вот это уже чулок. Наплыв, налив. Сейчас еще немножечко. И вот у меня последний подход. Неплохо. Вот, казалось бы, да, вот одно упражнение делал. О, но налив чувствуется. И обратите внимание, да? Вот я, когда пришел раньше, ждал Ивана, вот было предложение от Валерия Владимировича. Ну, Леня, ну, разомнись пока. Прокачайся. Я отказался категорически. Почему? Существует нарушает реальность тренировки. Почему? Я, вот представьте, чтобы выглядеть, конечно, я мог бы так минут 15-20 порогнать все тело, прорисовать его. А я умею это делать, поверьте. А потом, представьте, перед камерой, такой красивенький. Но этим не занимаюсь. То есть вы увидели тело в начале тренировки, да? И постепенно вы видите, как оно наливается кровью, как трансформируется, как вид меняется. И вот тут, смотрите, дальше вот сейчас вот еще два подхода. Я буду выглядеть достаточно прилично. А если еще потренировать, дать солярий-загарчик и так дальше, для натурала, поверьте, будет достаточно хорошо. То есть поэтому, ребята, реальный культуризм, он не направлен на то, чтобы где-то пускать понты. Нет. Он создан для жизни. Вот хорошо. Вот представьте, вы с девушкой вечерком, да, после кафе идете домой, чтобы лечь в постельку, ну, вы ж-то захотите выглядеть, вы ж не будете гримироваться, прокачиваться, чтобы девушке представить лучше в виде. Нет. Вы представьте, такой, как вы в жизни. И вот это важно. Вот Петя знает. Так что, как бы там ни было, будьте реалистами, не будьте понтерами, не будьте павлинами. Поехали, да. Ну, вот. И сейчас я сделаю последний. Пампинговый подход. Неужели не хватает русских слов? Пампинг, догрузочный, добивочный, выналивающий. У нас все юзеры пампируют. Ну так, десяточку снимаем. Давай. Музыка громко играет. Вот это за музыку правильно замечали. А я просто увлекся. Сейчас. Людей становится меньше, музыка громче. Так что спасибо Ваня за бдительность. Музыка громко играет. Музыка громко играет. Музыка громко играет. Да. Все хаки. Поехали. Ха! Ты в coincideх. Ха! Как работает. Оğini Signia ловит. Chang'e! Угу. Очень красиво! Вот он и делал только одно упражнение на бицепсе. Вот, наверное, хватит. Я уже подумал, вот еще сделать. Так хорошо идет. Но идет хорошо накачка. А вообще, когда разговариваешь, веса явно хватает. И не на 10% больше. Особенно в конце тренинга. Итак, все, пацаны. Все, парни, все, мужики. Съемка закончена. Мы встретимся с вами в последний раз на моей реальной тренировке в пятницу. И это будет тренировка, завершающий цикл. До скорой встречи. Пока.